Для людей, которые не делают наркотики или делают, но редко, это становится их жизнью, они зависят от этого. Когда ты достигаешь низа, ты понимаешь, кто ты, потому что ниже опуститься уже нельзя. Ты находишь дружбу, какую ты нигде не найдешь. Это такого рода тесная связь с такими вот, которая может продолжаться очень долго. Наркоманы, лихачи, шриальщики, приходящие и уходящие, клянущиеся вечной преданности друг к другу. Но проснувшись, понимаешь, что не будешь даже мочиться на них, если они будут гореть. И смотрите в оба. Не все так кажется, как есть на самом деле. Иногда ты видишь мир так четко. Тебе не кажется, пора остановиться, как под капельницей, вся жизнь по таблице. Ты не устал, комикат, за самоубийца, организм пожалеешь, чтоб умней становиться. Не ищи оправданий, предлоги неуместны, твои потерянные дни, как и ты бесполезна. И интересна им тема, у них в башке другое заплеты, им не понять, что это такое. Они привыкли трудиться, ты расслабляться. Неудивительно, тебе все тяжело дается, тебе не приходило в голову, пора меняться. Отказаться от пары вещей придет, за тебя никто не похвалит, не скажет спасибо. За свой счет ты никогда не будешь жить красиво. Тебе знакома лишь цена легких денег. Твоя любимая поза сидеть у тупших. Стелек, свобода или наркотик, что тебе важнее? Создал свой мир от этого, в этом стало страшнее. Ты называешь это выходом из положения. Снова натуриться, не найдя другого решения. Это мания или зависимость моральная? Ведь не одна твоя цель не стала реальной. Ты что, всю жизнь будешь курить план? Слушать, утан, план, лазить в маме в карман? Неужто ты на самом деле думаешь, что прав? Что сможешь спросить до этого сто раз бросав? Безысходность не мешает нам думать о лучшем. Грехи наши, увы, не смыть под душем. Как будто сам с собой позавил, слышишь?